На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и анализируем чрезвычайную ситуацию. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Хотели согреться в холодном гараже. Трое 20-летних парней отравились угарным газом, заведя двигатель автомобиля. Пригласили в дом незнакомцев и стали жертвами вооруженного налета. В Гамеле раскрыто разбойное нападение на жильцов квартиры на улице Хатаевича. Отвертеться не получилось. Оглашен приговор водителю Лексуса, сбившего на улице советское человека. Милковита отозвала иск на своих работников за недостачу молока. Суд постановил прекратить дело. Циклон принес немало хлопот в Гамельске региона. О последствиях стихии репортаж Алексея Немкевича. А также как решается проблема переправы через реку Припять в Житковическом районе. Об этом мы не только поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немало чрезвычайных ситуаций. Празднование Дня защитников Отечества трагически закончилось для трех 20-летних парней. По предварительным данным установлено, что отметить праздник компания молодых людей решила в гараже. После распития спиртных напитков несколько человек отправились домой. Четверо парней остались. Закрыв двери в гараж изнутри, они сели в машину и, чтобы согреться, завели двигатель. В субботу молодые люди перестали отвечать на телефонные звонки. В ночь с 24 на 25 февраля их обнаружила сестра одного из парней. Трое ребят скончались на месте, одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. Основная версия произошедшего – отравление угарным газом. Сначала вместе отметили праздник, а потом совершили в отношении своих новых друзей разбойное нападение. В Гомеле мужчины, отметившие 23 февраля в компании случайных, но гостеприимных знакомых, совершили налет на их квартиру. Утром после хмельного застолья хозяева сын и отец проснулись от звона разбитого окна. Разбойники ворвались в дом, связали мужчин и похитили два ЖК-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку хозяина – 300 белорусских и 3000 российских рублей, а также серебряное изделие, куртку, ботинки. В Светлогорске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры. По прибытии на место пожарные обнаружили хозяйку и гости, лежащими в задымленной комнате. Надев пострадавшим кислородные маски, спасатели вынесли их на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчина и женщина госпитализированы. А в Рогачевском районе спасли лошадь, провалившуюся в канализационный колодец. На помощь сотрудников МЧС позвал хозяин животного. Спасатели вытащили пленницу при помощи хозяйственного пожарного рукава и спецтехники. В случае обморожения со смертельным исходом зафиксированы в Гомельской области. В минувшее выходное в лесу Добружского района егерь обнаружил тело мужчины. Замерзшим оказался 40-летний гомельчанин. В Брагинскую больницу доставили местную жительницу с диагнозом «общее переохлаждение и обморожение руки-ног». Спустя час она скончалась в больнице. Суд Центрального района Гомеля огласил приговор водителю Лексуса, который в декабре прошлого года на улице Советской насмерть избил человека. Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в условиях колонии общего режима. Напомним, 3 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на пешехода, который по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой, переходил улицу. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ. Однако ранее уже имел опыт вождения под шофе и совершал аналогичное ДТП. Машина была зарегистрирована на его знакомого. Суд обязал хозяина выплатить родственникам погибшего в общей сложности 105 тысяч рублей моральной компенсации. Сотрудники наркоконтроля задержали гомельчанина, который в личном авто перевозил на свай, а в одежде прятал марихуану. При виде сотрудников мужчина попытался избавиться от содержимого кармана в куртке, высыпав дурман траву на снег. Но личный обыск показал, что часть растительного вещества все же осталась внутри. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили пакеты с некурительным табачным изделием на свае. Часть уже была расфасована по дозам. Возбуждено уголовное дело. Два дела о педофилии за сутки. В Гомельской области бомж домогался мальчика, а 37-летний мужчина – племянницу. В одном случае пострадал 12-летний ребенок, во втором жертвой родственника стала несовершеннолетняя девочка. Она приехала погостить в деревню к бабушке, у которой в гостях в это время находился 37-летний дядя несовершеннолетний. Он-то и положил глаз на ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Подозреваемый заключили под стражу. Мелковита не будет судиться с работниками по делу о недостаче молока. Предприятие отозвало иск, поданный ранее в суд Советского района Гомеля. Главной причиной тому стали результаты работы следственных органов. Они провели на предприятии проверку и не нашли среди обычных рабочих виновных лиц. В положительном решении спора помогли и профсоюзы. Напомним, в начале прошлого года на Мелковите обнаружили недостаток молока. По принципу коллективной ответственности потери предложили погасить работника. Суд предприятия обратилось с иском о возмещении вреда, причиненного при исполнении трудовых обязанностей. Однако суд постановил прекратить производство гражданского дела. По статистике, именно в выходные дни, когда большинство граждан не заняты работой и распоряжаются свободным временем по личному усмотрению на улицах города и случается большинство происшествия. В своей передаче мы не раз показывали и рассказывали об этом, но сегодня наш репортаж о правонарушениях в спальных зонах областного центра. Совместно с одним из нарядов патрульно-постовой службы наши корреспонденты отправились в рейд по советскому району Гомеля. Не успели мы сесть в милицейский оазик, как по радиостанции поступило сообщение от дежурного о том, что в подъезде одной из многоэтажек по улице Владимирова на лестничной площадке неизвестные распивают спиртные напитки. Звонок был от жильцов дома, которым незваные гости были не по душе. Как оказалось, возмутителями спокойствия соседей стала пара средних лет. Джентльмен в подъезде угощал даму водкой. Распивающих спиртные напитки в общественном месте доставили в опорный пункт милиции для выяснения личности и уточнения ранее совершенных ими правонарушений. Исходя из физического состояния задержанных, их решили доставить в отрезвитель. Следующее сообщение поступило от ребенка, который, набрав номер 102, рассказал, что в квартиру пробрался неизвестный мужчина, после чего связь с мальчиком оборвалась. Прибыв по адресу, по которому зарегистрирован номер телефона, наш наряд встретил у подъезда группу крепких парней, своих коллег из ОМОНа. Спецназ отреагировал на вызов чуть раньше. К счастью, операцию по задержанию проводить не пришлось, вызов оказался ложным. Первоклассник решил на деле проверить оперативность милиции, о работе которой рассказала школьная учительница на уроке. У вас возглавляет, да? Да. У ребенка 7 лет. Решил проверить, как вам номер будет. Возьмут или нет? Учат в школе. Ну, я понимаю. Пройдем писать. Ребенок осознал, что натворил только когда на задержание мнимого грабителя прибыло 10 милиционеров и наша съемочная группа. Родителям, которые, кстати, на момент звонка находились в другой комнате, предложили провести с сыном воспитательную беседу. Вернувшись сложного вызова на маршрут патрулирования, недалеко от школы наш экипаж замечает идущего неуверенной походкой мужчину. Изрядно выпивший человек едва держался на ногах. Сказал, что выпивать начал еще дома на Реческом проспекте. А как оказался в западном микрорайоне, не помнит. Смог бы нетрезвый мужчина в такой мороз благополучно добраться домой – большой вопрос. Ночлег ему обеспечила милиция. К половине десятого в метвы трезвители «Аншлаг» ни одного свободного койка места. И если вечером пьяным посетителям, как обычно, море по колено, то утром характер большинства становится шелковым. Услуги специзолятора бьют по карману. За ночь приходится платить свыше 60 рублей. Впрочем, в мороз для многих подвыпивших людей эти деньги – плата за спасение. Только за январь этого года в области от переохлаждения погибли 13 человек. Десять из них находились в состоянии алкогольного опьянения. День на день не приходится. Можем пять раз съездить на вызов, на сообщения, а можем десять раз. В основном масса большинства домов уже происходит, когда и праздничный выходной день, когда люди отдыхают, гуляют, когда получается и семейные уже много, и шумят, где-то пьют, где-то делаются. В целом, за этот день по Гомельской области было составлено более сотни протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте. Мороз и неблагоприятные погодные условия стали причиной серии чрезвычайных ситуаций на территории Гомельской области. В регионе произошел рост пожаров, на которых погибли три человека. Кроме того, холода стали поводом для совершения нетипичных преступлений. Каких узнавал наш корреспондент Алексей Немкевич. На календаре уже 2 марта, однако весна себя все еще никак не проявляет. На улице снег и мороз, а значит, что и ЧП, характерное для такой погоды, все еще актуальны. Среди них самое распространенное – это пожары, которые возникают из-за нарушения правил эксплуатации печей. Данная формулировка часто появляется в сводках МЧС. Как пример, возгорание жилого дома в поселке Кореневка. Пожару удалось потушить, пострадало лишь имущество и сам дом. В связи с установившимися морозами на территории Гомельской области следует обратить внимание на правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Не допускать перекала печи, не оставлять топящейся печь без присмотра, а также не доверять их топку малолетним детям. Еще один показательный случай – пожар в деревне Нивы Жлобинского района. К моменту приезда спасателей из-под крыши строения уже шел дым. Хозяина дома обнаружили на полу. К сожалению, трагедии избежать не удалось. Пожилой мужчина погиб. И снова причиной стало печное отопление. К тем людям, чьи пожилые родители проживают в населенных пунктах, в жилых домах с печным отоплением, просьба уделить им внимание в целях обеспечения их безопасности. И если есть такая возможность, то на время морозов забрать их в квартиры. Но если о таких особенностях зимы говорят постоянно, то вот о том, что сильные морозы окажутся на руку автоугонщикам, не ожидал никто. Инцидент произошел в Гомеле, когда владелец Мерседеса серии МЛ, прогревая утром двигатель машины, решил отправиться домой завтракать. При этом ключи остались в автомобиле с незакрытыми дверями. Контролировать сохранность железного коня хозяин решил из окна квартиры. Помогло это слабо. Выйдя на улицу, мужчина увидел только следы от колес. Спустя 10 часов после поступившего сообщения в дежурную часть, автомобиль Мерседес был обнаружен в 700 метрах от места совершения преступления. В настоящее время Гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь совместно с органами внутренних дел устанавливается лицо, совершившее данное преступное деяние. Сюрпризы от погоды давно перестали быть приятными и для жителей Житковичского района. Напомним, два дня назад сначала у деревни Борки затопило подъезды к месту, где спасатели перевозили людей на берег, а спустя сутки реку сковала льдом. И переправу на катерах и вовсе отменили. Только накануне на реке ледоколом прорубили майну, по ней возобновили перевозку людей. Алексей Немкевич, Михаил Рабков. Специально для де-факто. Весна уже началась, но зима не желает сдавать свои позиции. Словно наверстывая упущенное. Под влиянием циклона оказалась вся Европа. Во Франции, Бельгии и Англии температура опускалась до 16 градусов со знаком минус. Снег парализовал транспортное сообщение в Италии. За устрашающие морозы и направление, откуда движется циклон, в Европе его назвали «звери с востока». Под влиянием холодных масс оказалась и Беларусь. О том, какие чрезвычайные ситуации спровоцировала непогода и в каком режиме работали службы спасения, поговорим с заместителем начальника отдела службы и боеготовности подразделения Гомельского областного управления МЧС Павлом Канунчиком. Павел Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, в последние два дня наблюдались метели и ветер. МЧС предупреждала о неблагоприятных погодных условиях населения. Расскажите, как повлияла эта погода на обстановку в регионе? В целом, обстановка была контролируема. Но вместе с тем, увеличилось количество выездов подразделения МЧС на такие характерные чрезвычайные ситуации, инциденты, которые именно характерны для снегопадов. Например, увеличилось количество выездов на тушение сажи в дымоходе, а возгорается отложение сажи из-за перекала печи. То есть, для летнего периода они не характерны. Чем это может быть опасно для людей? Это может быть опасно, во-первых, тем, что от этого возгорания может произойти пожар, как правило, где в месте соприкосновения печной трубы с перекрытием либо кровлей, ну, либо отравление угарным газом. В такую погоду сотрудники МЧС неоднократно выезжали по вызову и оказывали помощь водителям, которые застряли в снежных заносах или сугробах, не так ли? Да, действительно, как правило, во время снежных заносов резко возрастает количество обращений граждан. С просьбой отбуксировать, вытянуть с кювета свои попавшие в беду транспортные средства. С 1 февраля у нас уже было 29 таких случаев, из них 4 за последние 2 дня. Причем помощь оказывали и скорой медицинской помощи, и службе газа, да? А также дальнобойщикам. В принципе, любой может позвонить и, попав в такую ситуацию, обратиться в вашу службу. Да, конечно, ведь мы же для этого и созданы, чтобы помогать нашим гражданам. Такой холодный период года резко возрастает количество пожаров, связанное, как правило, с нарушением электропроводки, потому что используют нагревательные элементы, связанное с перекалом печи. 27 февраля у нас было 2 случая гибели людей на пожарах, это Калинковичский и Жлобинский район. И одна из рассматриваемых версий в обоих случаях – это перекал печи. Нарушение правил эксплуатации печного отопления. То есть обычно, ну не просто, наверное, перекал печи, скорее всего, что-то на печи лежит, да, там легковоспламеняющийся, да, либо рядом занавесочка какая-нибудь, которая, в принципе, от уже нагревательного элемента и воспламеняется. Ну, случаи бывают разные. Дело в том, что основная масса пожара у нас в такой период – это жилой сектор. Жилой сектор у нас построен, как правило, в 40-е, 50-е годы. И как тогда печи строили из того, что могли, время было бедное, послевоенное. И, соответственно, вот оно, вот это как бы наш, можно сказать, бич. Вот именно слабая электропроводка, которая была изначально не рассчитана на такие нагрузки, которые мы имеем сейчас. И печное отопление, которое со временем приходит в ветхость, и не всегда у людей есть возможность привести его в нормальное состояние. Ну, либо не всегда есть желание. Павел Александрович, кто в зоне риска, какая категория людей, да? И какие правила, элементарные правила, нужно соблюдать, чтобы не попасть в такую ситуацию зимой? Вы знаете, в зоне риска у нас находятся, как правило, это граждане пенсионного возраста, одиноко проживающие и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками. Хотелось бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они не забывали своих престарелых родителей, близких родственников и просто дорогих людей. Здесь главное внимание, и главное то, чтобы вы им помогали, не забывали, смотрели за их домами, за печным отоплением, вовремя оказывали необходимую помощь. Оранжевый уровень опасности не зря объявлялся сотрудниками МЧС. В Гомельской области буквально за несколько суток два случая обморожения людей. Это в Добровском районе мужчина замерз в лесу и в Брагинском женщина. Как не стать жертвой подобных обстоятельств? Вы знаете, в таких случаях самая главная ошибка, это то, что у нас люди, оказавшись в подобной ситуации, все пускают на самотек. Статистика показывает, что очень большой процент обмороженных и умерших обморожения, они были в теплой одежде, у них были даже какие-то запасы пищи. Просто дело в том, что люди не воспринимают это все всерьез. Ну и советов таких, из рекомендаций, это прежде всего внимательно пересмотреть свою одежду. Даже элементарно не застегнутая пуговица, не одетые перчатки, не замотанный шарф. Второй момент, нужно укрыться от ветра. Если мы хотя бы элементарно найдем какой-то камень, строительную конструкцию, дерево, укроемся от ветра, то будет уже намного теплее и намного легче. Значит, что касается алкоголя, то якобы то, что алкоголь помогает согреться, это стереотипы. Просто у организма возникает ощущение тепла, но это ощущение обманчиво, потому что замедляется обмен веществ и конечности подвергается риску, еще большему риску обморожения. Значит, по возможности нужно как-то двигаться, разминать конечности, потому что это наиболее уязвимые участки нашего тела. Ну и хотелось бы порекомендовать, что если вы увидели человека, оказавшегося в такой ситуации, не проходите мимо, даже если он с вашей точки зрения может как-то выглядеть не очень хорошо, либо находится в состоянии алкогольного опьянения. Просто попытайтесь ему оказать помощь, обязательно вызвать скорую, при возможности, если есть таковая возможность, то напоить горячим чаем. Самое главное не оставаться равнодушными. Не оставаться равнодушными. Таким людьми. Павел Александрович, что касается социального вопроса, это переправа в Житковическом районе. Все мы знаем, что ей постоянно мешают погодные условия, нормализация этой переправы людей с одного берега на другой. Как сейчас там обстоят дела и как будет действовать МЧС в дальнейшем? Дело в том, что сейчас сложилась такая ситуация. В связи с резким понижением температуры река покрывается льдом. А лед это очень опасный элемент для металлических, деревянных конструкций. На данный момент это для понтонного моста. Если начинается ледоход или ледостав, то вот эти вот глыбы льда, они просто срезают металл. И поэтому, когда идет резкое понижение температуры, понтонное переправа закрывается. Но чтобы не нарушить жизнедеятельность отрезанного участка Житковического района, значит, было проработано несколько вариантов. Первый вариант, это, как мы это делали ранее, переправлять на катерах МЧС людей и легкие грузы. И второй вариант, там сейчас дислоцируется ледокол, подготовить площадку. В случае, если ледостав не даст работать катерам и понтонному мосту, то на ледоколе подготовить площадку для перевоза людей и малогабаритных грузов. То есть мы сделаем все, чтобы наших людей в беде не оставить. Ну, даже была идея возведения деревянного пешеходного моста, от нее отказались? Ну да, дело в том, что именно по этой причине, что если шуга и лед, он может просто элементарно срезать. Как может быть в теплое время суток, это как бы вариант приемлем. Но не в данном случае. Сейчас просто очень неблагоприятная ситуация именно с погодой. Дело в том, что мы даже не можем использовать катера на воздушной подушке, потому что глыбы льда установятся вертикально, торос, так называемая. И мы просто можем повредить подушку на судах. Поэтому вот пока единственный вариант такой. Учитывая, что пойма затоплена и лед достаточно хрупкий, как сейчас именно переправа осуществляется? На данный момент сейчас прорезана так называемая майна. Параллельно с сооружением понтонного моста, людей и небольшие грузы мы переправляем на катерах МЧС. То есть, в принципе, сейчас на данный момент проблем нет с переправой? Ну, с людьми нет. Ну, разумеется, остались проблемы пока с транспортными средствами. Павел Александрович, спасибо вам большое за беседу. Уверен, что ситуация с переправой людей в Житковическом районе в скором времени нормализуется. Ну, а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с заместителем начальника отдела службы и боеготовности подразделения Гомельского областного управления МЧС Павлом Канунчиком. Мы говорили о чрезвычайных ситуациях, которые были спровоцированы морозами и сложными погодными условиями последней в этом году календарной зимней недели. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудитории, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. 11 человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса в Бразилии. ДТП произошло на трассе около города Касковела на юге страны. Водитель пассажирского автобуса решил пересечь шоссе, однако по какой-то причине не заметил грузовик, находившийся справа от него. Больший груз протаранил маршрутное транспортное средство, после чего оба автомобиля оказались за пределами проезжей части, попутно задев легковушку и подмяв под себя мотоцикл, водитель которого проявил завидную ловкость и умудрился выскочить из-под автобуса буквально в самый последний момент. Шокирующее ДТП в Ростове-на-Дону запечатлела камера видеонаблюдения. Водитель БМВ сбил пешехода и протаранил припаркованный на стоянке легковой автомобиль. Это произошло из-за того, что иномарку на дороге подрезал Форд Куга. После столкновения седан оказался на тротуаре. Проехал несколько десятков метров, сбил мужчину и остановился, ударившись в припаркованное авто. Пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. В России жильцы вспыхнувшие пятиэтажки прыгали с балконов, спасаясь от огня. Два человека погибли, еще 11 получили ожоги и травмы в результате пожара в пятиэтажном доме в подмосковном Раменском. Люди, как свидетельствует сделанная очевидцем запись, до прибытия пожарных вынуждены были прыгать с балкона третьего этажа, спасая свои жизни. Сообщается, что ударной волной были повреждены пять квартир. Это был взрыв бытового газа. Пьяный ветеран чеченской компании расстрелял машину с мужчиной и женщиной в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел после того, как стрелок, находясь на подпитии, врезался на своей машине в автомобиль «Вольво», двигавшийся в попутном направлении. Не дождавшись сотрудников ДПС, мужчина сходил домой, ДТП произошло неподалеку от его места жительства, взял помповое ружье и расстрелял водителя и пассажира «Вольво» через лобовое стекло их машины. Проезжавшие мимо полицейские вступили в перестрелку с разбушевавшимся ветераном, в которой ранили неугомонного стрелка. Мужчина выстрелил в них не менее 15 раз, но не попал. Возбуждено сразу два уголовных дела. В городе Ишим Тюменской области России сотрудник ДПС задержал правонарушителя, успев запрыгнуть на багажник его автомобиля. Такое решение инспектор принял, когда водитель не остановился по требованию полицейских. За автомобилем нарушителя началась погоня, в ходе которой висевший на багажнике авто сотрудник ДПС смог разбить окно пистолетом, пробраться в салон и задержать водителя. Риск оказался оправданным. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, а машина, на которой он удирал от полицейских, в угоне. Российские спасатели оперативно ликвидировали возгорание в одной из школ на юго-востоке Москвы. Загорелся класс на верхнем этаже здания. Происшествие быстро попало в объективы мобильных телефонов очевидцев, так как пожар было видно издалека. Из окна класса валил черный густой дым. Школьники, учителя и персонал эвакуировались еще до приезда спасателей. Пострадавших нет. Трое жителей бразильской деревни отбили домашнего пса у крупной анаконды. Змея схватила питомца и утащила его в воду. Виск собаки услышал хозяин и вместе с другими мужчинами поспешил на помощь. Пса он застал в объятиях змеи, несколько раз обвивший тело животного. Мужчина без промедления схватил анаконду за хвост и с помощью друзей вытащил ее на берег. Только после удара палкой змея отпустила собаку. Освободившийся пес бросился было в атаку на обидчицу, но тут же благоразумно отбежал в сторону. Мужчины, как можно судить по записи, убили анаконду, чья длина составляла порядка трех метров. В Китае студенты бросили мощную петарду в канализацию. Хлопок поднял на дороге столб пыли. Один из молодых людей, не успев отбежать, оказался в эпицентре взрыва. Вообще, для китайской молодежи съемка подобного рода шалостей на камеру – традиционная забава. Но на этот раз получилось довольно эффектно и крайне небезопасно. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова